Привет, дорогие друзья! Сегодня я в прекрасном настроении, буду вам рассказывать про наш следующий, про наше посещение нашей квартиры. Огромнейшее спасибо всем тем, кто давал действительно полезные советы, к кому обратиться, за что схватиться, что нужно сделать. Всех вас от души благодарю, потому что действительно было трудно, и нужно было этот момент пережить и принять достаточно серьезные и трудные решения. Сейчас мы находимся снова в нашей квартире, как вы можете слышать, здесь такое эхо, такая слышимость. И скажу буквально пару слов о том, что мы сейчас живем в съемном жилье во временном, что мы переехали в город на время, мы сдали уже нашу квартиру съемную, которая была в Гильхинге, и нам нужно было буквально где-то какое-то время перекантоваться для того, чтобы здесь строители все доделали. Наш адвокат нам посоветовал не заезжать сюда, иначе мы потеряем все рычаги давления на эту строительную фирму, и в итоге мы ничего не добьемся и проиграем, по сути, этот спор. Мы этого, конечно, не хотели делать, но пришлось для того, чтобы мы уже эту кашу заварили, и если бы мы все это так оставили, ничего хорошего бы не было, мы бы действительно просто проиграли, ничего не добились и потеряли бы свои деньги, которые мы заплатили за адвоката и за так называемого гуд-автора, то есть эксперта, который здесь все проверял и составлял протокол по поводу всех имеющихся кусяков. Вот. Ну и хорошие новости – это то, что мы сейчас здесь, и мы увидели, что действительно лед тронулся, дело имеет свое продолжение. Денис здесь был неделю назад, они сняли с паркета верхний слой, в принципе, мы этим решением довольны, адвокат сказал, что новая квартира – это не значит, что у вас действительно прям новый-новый паркет, он должен просто выглядеть новым, так стоит в законе, поэтому мы довольны результатом. Пол наш гораздо более красивый, чем у наших соседей, как я уже говорила, они здесь для мусор, вон, для образцовой квартиры сделали другой пол, более красивый, чем у наших соседей, и мы хотели его оставить, поэтому рады этому решению. Я, знаете, не думаю, что когда-нибудь мы здесь будем опять за свой счет заклевать этот пол, ну и если через несколько, много-много лет, надеюсь, произойдет такое, ну, надеюсь, уже к тому моменту мы будем достаточно, встанем на ноги после этого кредита за квартиру и сможем этот пол сами себе уж перестелить такой, какой мы хотим. Вот, ну и сейчас я хочу буквально показать, как изменился пол, что они с ним сделали и как он выглядит сейчас, и буквально пару моментов из квартиры хороших, которые меня не могли не порадовать. В общем, как я уже сказала, пол они отцикливали, то есть сняли верхний слой, отполировали и заново покрыли лаком. И сейчас он выглядит прекрасно, тоже такой приятный матовый лак, да, сейчас может быть блестит сильно от окна, но на самом деле он матовый, такой приятный свет струится по полу. И вот по сравнению с тем, как оно было, я сейчас опущусь и покажу, что никакая, ни одна плашка не выглядит сейчас такой лодочкой, не выгнута, то есть все плашки ровные, и это как раз-таки то, что я понимаю под новым полом, как он должен был выглядеть по сути изначально. Потом вот здесь были проблемы, что они замазали стык между паркетом и плиткой. Здесь была такая замазка, вообще она не подходила по цвету под паркет, была более такая розовая, какая-то дурацкая. Сейчас эта щель, естественно, осталась, но они ее замазали хорошим таким, ну, хорошим материалом, то есть который подходит по цвету, и, знаете, просто аккуратно сделали, потому что раньше это было еще вот здесь вот на полу целый сантиметр, вот так понамазано. Сейчас сделали более-менее. Ну, то есть, я думаю, так произошло это, что они все-таки ту фирму, которая сейчас все это чинит, естественно, это уже другая фирма, не та, которая все это строила, они их предупредили, что клиенты недовольны, клиенты тяжелые, так сказать, и сказали уже, чтобы сделали все как надо. У меня даже какое-то появилось новогоднее настроение из-за этого снежка, который идет за окном. Посмотрите, какая прелесть. Немножко прохладно, но все равно все эти домики и снег, который лежит на деревьях, на елочках, вообще чудесно. Да, на фоне туалета, конечно, мои слова выглядят смешно, но все-таки, посмотрите, как здорово. Спасибо тем, кто говорил, что желают нам, чтобы мы Новый год отмечали уже в своей новой квартире. К сожалению, это невозможно. Еще мы, думаю, январь пробудем в съемном жилье, но лед тронулся, и нас это очень-очень радует. Вот, ну вот, в принципе, во всех комнатах сейчас такая ситуация, что все хорошо. Плинтус сделали гораздо более качественно, чем в прошлый раз. Вот здесь тоже был какой-то косяк в углу, что вот этот вот пол в углу вот прям вот так лежал, просто вздыбленным. Сейчас все выровняли. Видно еще, что они не докрасили стены, так что стены еще будут заново покрашены. Ну, пол вообще чудесный просто. Посмотрите, какая красивая структура дерева. Такое натурального, такого приятного, приятного цвета. И без всяких зазоров, без всяких выгнутостей. Вот. Также видно, что они сделали нам под дверьми вот такой тоже, как это, зокеляйсты, то есть такой, ну, цоколь или как тоже этот, как он называется, ну, порог такой. Закрыли там щель. В общем, все хорошо. Вот, вот это расстояние между стеной, извините, что я ногой показываю, между стеной и этим, как это, плинтусом тоже все промазали, все беленькое, все хорошенькое, чистое. Вот. Ну, все остальное у нас осталось так, как есть, в принципе, все остальное не изменилось. Все осталось, как есть, но здесь, в принципе, ничего и не было особо такого плохого. Какие-то мелочи, которые, ну, я уже не буду показывать. Вот. Еще Денис проверил пол по уровню, мы сейчас, прежде чем сюда приехать, мы купили такой вот уровень, по-немецки он называется Вассаваге, то есть такая водяная, водяные весы, и здесь просто все идеально. Потому что у нас в этот угол встанет как раз аквариум, и это очень важно, чтобы пол здесь был действительно ровным, без всяких выгнутостей, и был действительно выровнен по уровню. Вот. Такие, дорогие друзья, дела. Видео будет еще из нашего временного жилья, это очень интересно, где мы остановились, потому что это необычная квартира. Мы заехали в жилье по знакомству, и это не больше, не меньше, а Альтерсхайм, то есть дом престарелых. Мы там получили маленькую квартирочку, такую комнатку, так что в следующем видео покажу вам видео оттуда. Я думаю, вам будет тоже очень интересно посмотреть, где в Германии могут проживать пожилые люди, то есть сеньором по-немецки, как они живут, где и как все это выглядит. Вот здесь, кстати, тоже видно из окна, что во внутреннем дворе идут работы, завезли вот эти какие-то камни с землей, видите, там подложка, потом будут вот это, тут такие будут маленькие участки зеленые. Видите, он там вдалеке, возле фасада тоже черный материал, то есть там будет засыпана земля, и будут небольшие зеленые участки, и в центре детская площадка, он там работает этот трактор, и разравнивает этот материал. Так, ну и небольшое включение уже через неделю, мы приехали опять посмотреть, в чем сейчас, в каком состоянии наша квартира. В нашей квартире ничего не изменилось, но вот в этом дворе внутри домика видно, что поработали, засыпали эти камни какие-то, сделали вот эти направляющие, видите, веревочка натянута, то есть будут как-то зонировать эту территорию, плюс людям, у которых вот земельные участки внутри двора тоже уже сделали укрепления, как вот эти террасы плиткой уложили, да, и с другой стороны дома, в принципе, сейчас то же самое. Ну, как я уже сказала, действительно, работа идет, сдвинулось все с места, и посмотрим, как это будет все дальше. У нас термин назначен, то есть запись встречи на прием квартиры 20 декабря, где мы будем опять проверять и составлять протокол, что нам нравится, что мы принимаем, что не принимаем, что еще должно быть изменено. Вот, поэтому ждем с нетерпением, посмотрим, как это будет. Потом расскажу, отчитаюсь, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова